Рекордное количество, более трех тысяч человек, поддержали 11-ю ежегодную неделю воды в Новочебоксарске. Традиционную акцию в честь Всемирного дня водных ресурсов провела с 15 по 22 марта Чебоксарская ГЭС. Как и в прошлые годы, ее партнерами стали библиотеки города, детская школа искусств, художественная и музыкальная школа, Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На базе данных учреждений прошли тематические конкурсы, фестивали, презентации книг. Завершающим и, пожалуй, самым ярким мероприятием недели воды стал фестиваль экологических флэш-мобов «Вода. Да». Конкурс флэш-мобов мы проводили впервые. Его идеи с нами поделились коллеги с Саратовской ГЭС. И мы очень рады, что эта акция очень всем понравилась. Она стала самой такой неформальной, активной. Всего организаторам было представлено 19 роликов. В общей сложности в них снялись около 700 человек. Студенты вузов, школьники. Самыми активными, на удивление организаторов, стали воспитанники детских садов. Они проводили флэш-мобы на площадках перед торговыми центрами, в группах и даже в воде. Самое главное, мы хотели придумать эту идею интересную. Потому что флэш-мобы у всех все одинаково. А у нас вода, бассейн, у нас есть песня. И мы так подумали, что можно это сделать. И дети у нас из выпускной группы все хорошо сделали и очень понравилось. Солнышко лучистое, любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Воспитанники детского сада номер 43 «Родничок. Маленькие капельки» устроили флэш-моб у одного из торговых центров города. Прохожие с удовольствием поддержали инициативу юных экологов. Наш флэш-моб проходил около магазина «Семья». 6 марта, это был выходной день, нас поддержали родители. Мы подготовили формы и там поучаствовали. Там были зрители, которые тоже нас поддерживали. Ну и в течение недели в нашем детском саду проходила «Неделя воды», где прошло развлечение, спектакли, игры, тематические занятия. Все желающие могли увидеть ролики в социальной сети ВКонтакте. Там же можно было проголосовать. Но не лайками, а комментариями, чтобы был честный подсчет голосов. Некоторые ролики набрали до полутора тысяч просмотров и почти 500 голосов болельщиков из разных регионов. 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов, лучшие флэш-мобы были продемонстрированы горожанам на площадке перед Дыха Химик. Акция собрала более 500 человек. Хотелось бы побольше таких флэш-мобов, чтобы проводили. Огромное спасибо Росгидро за то, что именно провели такой флэш-моб. Знаете, действительно, как вам сказать, от таких флэш-мобов семья становится крепче, дети здоровее и дружнее. Хотелось бы побольше. Горожане всех возрастов, которые пришли на фестиваль «Вода-да», тоже поддержали акцию и приняли участие в массовом флэш-мобе в защиту водных ресурсов. Завершилось мероприятие выступлением победителей конкурса зрительских симпатий и лучших, по мнению жюри, воспитанников детского сада номер 27 «Рябинка». 150 малышей исполнили танец «Волна». Я уверена, что ребята, которые сегодня выступили в защиту воды, когда они вырастут, станут директорами, может быть, предприятий или рядовыми сотрудниками, никогда не будут нарушать экологические нормы, сливать неочищенные стоки в нашу Волгу, но и, наверное, вырастет таких же сознательных, экологически грамотных детей. Очередная водная семидневка собрала рекордное количество участников – более трех тысяч человек, детей в возрасте от трех до семнадцати лет, а также их родителей, педагогов и интернет-участников акции. «Неделя воды» в очередной раз напомнила о значимости водных ресурсов для каждого человека, внесла вклад в воспитание экологической культуры и ответственности горожан. Дарья Спридонова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.